Не сидеть в декрете, объединиться, общаться, встречаться и обмениваться полезной информацией, предложила молодым мамам Нефтьюганска Анастасия Кострова. Она создала группу ВКонтакте и пригласила туда всех желающих. Теперь каждые две недели они собираются вместе, регулярно с участием специалистов разного профиля. Мы ходили на специалистов медицинского профиля, по страхованию, по росту женщины как в бизнесе, как в личностном плане. На каждую встречу приглашаются разные специалисты разного профиля. И нам вот это нравится, что дети могут общаться, а мамы что-то из всего этого выножат из себя. Помимо встреч со спикерами, девушки посещают тренажерный зал, занятия зумбы, устраивают чаепитие. Почти всегда с собой берут детей. Конечно, все это не бесплатно, но и недорого. В среднем 150-300 рублей за встречу. Ну, наверное, хотелось бы чем-то заняться, чтобы не просто дома сидеть, а как-то руки свои применить. Мозг тоже, чтобы работал. Говорят же, девушки в декрете. Расслабляются немного. Хотелось бы, да, чем-то заняться. Правда, есть одно неудобство. Своего помещения у сообщества пока нет. Везде приходится проситься. Поэтому Настя написала проект и выиграла федеральный грант в 200 тысяч. Один из очень хороших вариантов – это Центр молодежных инициатив. Они сейчас нас уже поддерживают в том плане, что они нам предоставляли безвозмездную комнату для занятий по зумбе. Поэтому мы могли каждую неделю собираться, танцевать. Там такой очень хороший зал. И было бы здорово, конечно, если бы мы там и остались. Кроме того, в планах Анастасии заявиться с еще одним проектом. Он уже готов. Это организация каворкинга. Для молодых мам сейчас это очень актуально. Это заключается в том, чтобы определенное помещение мы обустроили как рабочие места. В связи с тем, что сейчас очень сильно сократили пособие по уходу за ребенком от полутора, до конца декрета никто не сидит. И мамы просто вынуждены в полтора года, в год отдавать своих детей в садики, бабушкам. Это очень печально, мне кажется, потому что все-таки хочется наблюдать за тем, как растет твой ребенок. И у мамочек нет такой возможности, потому что ипотеки, и это нужно выплачивать. Если все получится, мамы смогут предоставлять свои услуги. Например, бухгалтерские, парикмахерские, наращивание ресниц, делать маникюр. В одной комнате будут работать, а рядом, в игровой, детки будут под присмотром. Той же мамы – воспитателя. Мария Сераева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова